Это кадры, которые на днях шокировали всю страну. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров открывает огонь по студентам вуза. Погибло 6 человек, более 20 ранены. По данным СМИ, парень сейчас находится в больнице, ему пришлось ампутировать ногу. Эта трагедия еще раз показала, школы и вузы не должны охраняться бабушками и дедушками. В школе репетишки детям проводили беседы, учительница, и мы дома тоже. Здесь, я надеюсь, все будет нормально, все будет хорошо. Вот установили еще рамку. В обязательном порядке есть переносной брелок. То есть, если охранник какой-то необходимости у нас вынужден обучиться, и уже в случае опасности может также вызвать Росгвардию. Барнаульская школа номер 136. С момента своего открытия, то есть с 20-го года, для безопасности здесь нанимают частное охранное предприятие. На это в месяц уходит 50 тысяч рублей. Сканворды этот охранник не разгадывает, носки не вяжет, но и оружия не имеет. Подготовка, наверное, психологического не проходит. Во-вторых, некие навыки рукопашного боя, может быть, некие самообороны, которые позволят обезоружить нападающего. Потому что педагогический состав не способен, он не обучается этому. Здесь есть лицензии, здесь есть работа, курсы подготовки, у них квалификация, перефалификация и так далее. Но часто у школ на таких бойцов нет денег, и родители не всегда готовы платить за частную охрану. Только на школы Барнаула на это требуется 40 миллионов рублей за один учебный год. Эту проблему накануне обсудили на заседании фракции Барнаульской городской думы. До конца календарного года выделено из бюджета города Барнаула чуть больше 20 миллионов рублей на 85 школ. До конца этого календарного года мы закрываем оплату частных охранных предприятий в каждом общеобразовательном учреждении города. Далее, после закрытия финансового года, эта сумма будет добавляться. То есть город Барнаул не оставит общеобразовательное учреждение без этой финансовой помощи. Кстати, по статистике, в стране только 20% школ могут в полной мере оплачивать работу чоповцев. Этот вопрос, вопрос безопасности, он все-таки вопрос и федерального значения. И может быть это условия софинансирования. Я думаю, как во многих проектах, это было бы очень хорошо, если бы эта помощь была муниципалитетам оказана. Потому что вот так наскребать и с муниципальных бюджетов, и со стороны родителей, наверное, это не совсем правильно. При этом многие уверены, закрыть тему Колумбайна только человеком в кабинке, то есть чоповцам, не получится. Сейчас обсуждается ряд и других предложений. Например, установить в школах электронные замки. Понятно, что в вопросе безопасности взрослым придется еще много работать, чтобы дети спокойно ходили на учебу. Но хотя бы помощь школам в оплате частных охранных предприятий – это уже большой и уверенный шаг. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.